Хочешь построить бизнес? Сделай первый шаг. Пройди секретный курс. Заходи на простор.бз То есть правила левой руки применимы и для пробеги костров, и для определения направлений силовера, и для заряжения частиц движущейся в вашем голове, для определения силовера. Ну а сегодня мы научились с вами определять направление этой силы, а теперь поговорим о величине силы. Руку подними и скажи. То есть как посчитать, с какой силой магнитное поле действует проводим стоком, и как посчитать, с какой силой действует магнитное поле на движущуюся заряжку частиц. Для этого, как я уже сказала, необходимо ввести характеристику магнитного поля. О, мама. Мама. Раз силу лоренцит силы ампера, и это сила со стороны магнитного поля, значит, величина этих сил зависит непосредственно от магнитного поля. Значит, нужно ввести характеристику этого магнитного поля. Характеристика магнитного поля является новой для вас физической величиной, которая называется магнитная груза. Итак, у себя, кстати, пишем теоретные слова. Тут. Вектор магнитной индукции. Один минуты. Вектор магнитной индукции. Мы идем или нет? То есть... Нет. Нет, мы не пойдем. Ха-ха-ха. Нет, он сидит здесь. То есть для характеристики магнитного поля в любой точке используется детка увеличена. Обозначение... Акцена? Типа... Хотела заколоть меня? То есть магнитная индукция... Да, я сейчас выкатываю. Нет. Имеет в любой точке магнитного поля направление и имеет величину, или, как правильно сказать, моду. Мод. Что нам будут показывать направление вектор магнитной индукции, и что нам будет показывать величина магнитной индукции в любой точке поля? Начнем с направления. Чуть ниже поставить галочку. И написали направление магнитной индукции. За направление вектор магнитной индукции принимаем в любой точке магнитного поля направление ориентации магнитной силы. Акцена? 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 Аналогично к тому, как мы определяли направление магнитной индукции. То есть, для того, чтобы определить, куда направлен вектор магнитной индукции, в данной точке магнитного поля, я должна в интересующую меня точку поставить магнитную индукцию. И в зависимости от того, как она расположится, направление вверху, что уходит в север и укажет ее направление вектор магнитной инфекции. То есть вектор магнитной инфекции с направлением с магнитной стрелкой. Кроме того, в Африке, по направлению магнитной стрелкой мы с вами объединяем направление магнитных инфекций. И это значит, что вектор магнитной инфекции нам работает так же, как в магнитной инфекции в любой точке. Ну, например, рисуночек в тетради. У нас есть полосовой магнит. У одного торца магнита с северной пылью с другого юга. Что? Пупок разбирается. Какой-то пупок. Магнитные линии этого пылья. Там срещины. Представая на себя запнутые кривия, выходящие из одного пылья, приходящие на пылья. А, пупок развязавший. Мы с вами уже знаем, что мы ходим из северного и пылья. Что у тебя по литературе? У меня по литературе? Так вот, определить направление вектора магнитной инфекции, Хазим. Можно по направлению магнитной инфекции? Другими словами. По направлению магнитной линии и по направлению магнитной линии мы определяем, в каком направлении действует магнитная пылья на магнитную инфекцию. То есть фактическое управление вектора магнитной линии и по направлению магнитной инфекции. Величина магнитной инфекции – это характеристика поля. Так как магнитное поле проявляет себя силовым действием на проводных стоках, то фактически сила аммира, характеризующая действием магнитного поля, может быть характеристика.